Эх, раньше можно было возить гибридные харьки. Друзья, кто хочет, тот получит всегда. Во-первых, перекупы ушли. Санкционные, потому что у нее объем выше, чем 1,9. И что это меняет? Ничего. Немногие могут возить такие автомобили. Друзья, снова привет. В рамках обзора стоянки решили сделать еще одну небольшую отдельную рубрику, посвященную санкции о ночкам. Отобрал 4 автомобиля, наиболее популярных из тех, которые вам интересны, но те, которые не все могут привезти. Автомобили привезти, которые невозможны, по мнению многих. В общем, коротко поговорим о том, что все возможно. И я расскажу вам, почему это наиболее интересно в нынешнее время. Начнем с вот этого красавчика. Это популярнейший Lexus RX 200T. Lexus RX это самая большая, самая крупная платформа среди полноразмерных кроссоверов, но не внедорожников, потому что все-таки мы подразумеваем, как кроссовер это автомобиль без рамы, максимально несущий кузов. Максимально несущий кузов. Есть две популярнейших версии. Это RX 300, ранее RX 200T и RX 450 на гибридной платформе с 3,5-литровым двигателем. С тех пор, как ввели повышенный утилизационный сбор на автомобиле с объемом двигателя более 3-х литров, RX 450 стал, естественно, не таким интересным, потому что очень дорого. Просто 1,5 ляма привыкла, привыкла, просто 1,5 ляма прилипла к стоимости сверху. Несмотря на то, что автомобиль сам по себе не дешевый. А 200-я версия, они до сих пор актуальны, до сих пор популярны. Вот этот красавчик 2017 года. Напомню, это 2-литровая турбовая версия на полном приводе. Комплектация F-Sport, то есть у нас спортивная форма бампера, другое литье. Шильдики F-Sport по оснащению это практически элька. Здесь у нас жир, кожаный салон, электропривод сидений. По цветам салон тоже можно в этих комплектациях выбрать. И красный, и рыжий, и с белыми вставками. Здесь у нас классика. Это полностью черный, ничего лишнего. То есть максимально такая брутальная строгость с вот такими вот блестяшечками некоторыми. То есть чуть-чуть хрома никогда не помешает, как я говорю. В общем, вот этот красавчик на полном приводе обошелся во Владивостоке в 3 миллиона 650 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. И у меня есть специальная бумажка, на которой я все это дело записал. 3 миллиона 568 тысяч рублей со всеми-всеми нюансами. Такой автомобиль мы привезли за 2 месяца с учетом всех таможенных нюансов, оформлений, СВХ, лабораторий и так далее. Ну, может быть, чуть-чуть больше. И то потому, что это дело близится к зиме. Есть небольшие задержки с отправкой. Сейчас такие машины идут в среднем месяц-полтора. Опять же, не забываем о том, что можно попасть на праздники. Типа Новый год, который аккуратно у нас сейчас близится. И через полтора месяца наступит. Так что никаких иллюзий себе не стройте, но при желании такие автомобили привезти можно. Есть некоторые нюансы, поэтому доставка таких автомобилей, естественно, дороже. Но есть и обратная сторона. Учитывая, что Россия один из крупнейших игроков на японском автомобильном рынке. И поскольку очень сильно сократилось количество участников на аукционах за такие машины, во-первых, перекупы ушли, которым приходится сейчас платить дополнительный утилизационный сбор на перепродажу. А во-вторых, немногие могут возить такие автомобили. Так что активность за такие автомобили в торгах упала, количество участников слизилось. И, соответственно, себестоимость на кнопке таких автомобилей, опять же, подопустилась. Можно сказать, что цена итоговая здесь не поменялась. 3,5 миллиона, как они стоили, так и стоят сюда навкруг. С другой стороны, мы можем открыть с вами самый популярный портал Drom по покупке, по продаже автомобилей без пробега, привезенных из Японии. И что мы там видели? Сегодня я лично его весь перешерстил по этим моделям. 3 миллиона. Я прям даже записал себя. 3 миллиона. Ага. 3. В общем-то, и не 3. Самый дешевый RX на полном приводе 2017 года по всем регионам на правом руле я нашел за 4 миллиона 380 тысяч рублей. То есть разница между вот этим автомобилем, 2,568, ну, грубо говоря, берем 2,600 и 4,400. Это 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей, друзья, расставлять приоритеты. По-моему, это вообще не фиговая разница. Почти миллион. Класс. Пойдемте, покажу вам еще один автомобиль, не менее популярный и еще более желанный с тех пор, как его тоже подвели под санкции. Скорее нельзя. Запретный плод же всегда самый сладкий. А это у нас Toyota Secher, который между ними затесался абсолютно ни при чем. Это у нас максимально легальная тачка и просто у нас нет от нее ключей, чтобы ее переставить. Я думаю, вы меня поймете. Я хотел вам рассказать о вот этом красавце. Так, этот автомобиль приобретался мной лично, естественно, для одного из моих клиентов. Поэтому я про него достаточно многое помню практически все. Это 2020 год. Пробег у автомобиля 150 тысяч километров. Скажете, нифига себе, 150, да японское дерьмо никогда столько не проходит. Хрень собачья. Японское дерьмо будет ходить столько, сколько нужно. При том, что 150 тысяч километров по Японии это примерно 50 по России. Это страна, где дороги моют с шампунем, где только высокого качества топлива и всегда оригинальное масло. Не говоря уже об обслуживании, запчастях и так далее. Да и в целом по внешнему виду этого автомобиля, не знаю, вам понятно или нет, у нас он немножко подзапылился на стоянке. Но в целом видно, что тачка в состоянии нового автомобиля. Оценка у него 4 балла. И вот реально поставить такую машину на рынок, смотать пробег до 40 тысяч километров. Не знаю, можно такое говорить или нет, но все знают прекрасно, что многие так делают. И никто не докопается никогда до правды. Помимо всего прочего, это легендарный Краун. Это самый популярный люксовый бизнес-класс седан в спортивной комплектации, друзья. Последний, можно сказать, в своем роде Краун, который сохранил в себе вот эту вот классику S-класс кузовов. Можно так с переводом, с переходом на Мерседес. Но все понимают, о чем я хотел сказать. О том, что следующее поколение Краунов это уже что-то такое полукосмическое. В общем, возвращаемся к техничке. Это 2,5 литра, это 180 лошадиных сил и 105 киловатт. Здесь уже не стоит мотор 2АР, как в 210-х и 200-х кузовах, как в Альфардах и Харьках. Здесь уже идет А25А, как в новых Камрюхах. Но по факту ничего не поменялось. По внешке вопросов нет. Сильно долго облизывать сам автомобиль мы не будем. А вот что интересно. Автомобиль обошелся в 2 миллиона 600 тысяч рублей со всеми-всеми-всеми затратами. Прилетел сюда за 2 месяца. И когда я открыл дром, чтобы посмотреть, что можно купить по наличию. Знаете, за сколько я нашел самый дешевый Краун 220-й? Я даже не брал комплектации RS, потому что есть G-шка, которая в прошлом поколении называлась Rail Salon. Есть S-ка, которая просто на тряпке. Самые простые версии. В общем, самый дешевый, беспробежный. Краун 220-м кузове, гибридный. Я нашел за 3 миллиона 370 тысяч рублей. При том, что это не один автомобиль, а там прям вот несколько поголовно. 3,370. Отнимаем наши 2,600. Получается сколько? 770 тысяч рублей. Опять. Опять 800 тысяч практически. О чем речь? Надо вам объяснять, в чем смысл того, чтобы купить такой автомобиль right now. Я не вижу. Если кто не понял, потому что сильно дешевле. 800 тысяч это огромная куча денег. Не знаю, как вам. Но 800 тысяч это вот такая вот Corolla Axio. Блин, нифига. Это вот такая же Corolla Axio, только в прошлом поколении. Это стоит примерно на миллион дороже. Ладно. Еще одну красотку я покажу вам. А точнее две. Но сперва одну. Это самый популярный минивэн у Toyota. Toyota Noh. У него же есть два брата-близнеца. Точнее брат и сестра. Почему-то Voxy считается девочкой. В общем, Voxy и Esquire. Это гибридная версия. Естественно, самая желанная. Еще и в топовой комплектации WXB. Означает, что она на спортивных обвесах. И что она на жирнейшем кожаном салоне. Еще и рестайлова версия. Тачка 2019 года. Техничка у нее, как у старого доброго, самого популярного гибрида. Toyota Prius. 1.8 мотор. 99 лошадиных сил. И 60 кВт гибридной установки. Вот в таких версиях. С гибридной платформой вы получаете только передний привод. Если хотите полный, то можно заказать такую же тачку на полном приводе с 2-литровым автомобильным двигателем. Хорошо, что я уточнил автомобильный. Потому что есть же 2-литровые двигатели. Тут мотоцикл. Короче, что я хотел сказать. Что 2-литровый двигатель 3ZR будет на полном приводе. Либо на переднем, но без гибридной установки. Что интересно, что даже не гибридная вот такая вот красотка считается санкционной. Потому что у нее объем выше, чем 1.9. И что это меняет? Ничего. Звоните в Ferkar. Заказывайте. Мы знаем, как доставить ее сюда. Вот этот красавчик обошелся в 2 миллиона 350 тысяч рублей. В такой комплектации меньше, чем 2.700. Нифига вы не найдете по наличию. Я проверял. Есть, конечно, предложения. Есть простые. Есть дорестовые версии. Есть вот эта тачка, кстати говоря, в коммерции очень сильно популярна. Потому что за прошлый год их понавезли что сюда, что в западные регионы. Особенно южные, да, такие как Краснодар, Сочи. Там очень любят минивены. Тем более в белом цвете. Откройте дром или что вы предпочитаете в своих регионах. Автору, авито. Посмотрите сами, сколько они стоят. И делайте выводы. Еще один популярнейший автомобиль. Из тех, что заказывали, заказывают и будут заказывать постоянно. Это Toyota Harrier. Самый распространенный. Кто это, господи? Кроссовер у Toyota. Самый распространенный. И, на мой взгляд, один из самых комфортных. Ставят ему в конкуренты Равчика. Тоже вчера буквально дал гибридного Равчика своему клиенту. Но все же, мое личное сердечко, оно останется, например, вот в этих кузовах. Хотя платформа у них общая. По люксовости, по комфорту, чисто по внешке. Меня, например, Harrier привлекает всегда больше. Но он и подороже. Хотя это не последнее у нас поколение. Это самое популярное поколение 60-х кузовов. Здесь у нас не гибридная версия. Это двушка на переднем приводе, не турбовая, на вариаторе, потому что есть турбо-двушки, да, на автомате 241, по-моему, лошадь у них. Вот. Есть еще и гибридные. 2,5 литра, полный привод. Все то же самое, что у Крауна, либо Альфарда. Только Крауна бывают еще и заднеприводные. Что хочется сказать. Несмотря на то, что это не гибрид, это точно так же автомобиль, который носит вот такое вот обидное прилагательное санкционный. Санкционочка, как ласково дрозим мы ее среди коллег. В общем, ничего не мешает вам приобрести этот автомобиль до сих пор. Друзья, хватит верить всем подряд. Берите трубку, набирайте номер, открывайте сайт Сфера Кар, оставляйте заявок. Миллиард способов, друзья, как этот автомобиль приобрести. Вот этот красавчик 2019 года. Это рестайл у нас, комплектация, по-моему, прогресс, с камерами кругового обзора. На электроприводах с памятью сидений, с электроприводом пятой двери. И всей, всей, всей возможной ерундой во Владивостоке обошелся. Черного цвета тут написано, потому что так и есть. 2 миллиона 480 тысяч рублей. Самый дешевый я увидел в комплектации Elegance в 2750. А всего 250 тысяч рублей разница. При том, что мы говорим просто об объявлениях на дроме. Мы не знаем, откуда этот автомобиль, в каком состоянии его привезли. Действительно ли он беспробежный. Существует ли он на самом деле? Или это просто объявления, каких много? Поэтому, друзья, любящему сердцу нет преград. Если хотите автомобиль, который по тем или иным причинам считается запретным, считается санкционным, непозволительным. Или еще каким-то кто-то будет рассказывать вам, что время его прошло. Эх, раньше можно было возить гибридные хорьки. Друзья, кто хочет, тот получше всегда. А мы вам с удовольствием с этим поможем. Помимо этого всего, есть еще много разнообразнейших автомобилей. Есть Япония, есть Китай, в конце концов, Корея, Арабские Эмираты и Америка. Идеальная тачка есть для каждого. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч. Компания Сфера Кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сфера Кар. Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.